Всем известно, что трансферные окна умеют радовать болельщиков очень классными трансферами. И очень часто эти трансферы делятся на три отдельных категории. Предсказуемые, как трансфер Эдена Азара в Реал Мадрид. Довольно неожиданными, как трансфер Крещан Роналду в Ювентус. И просто невероятными, как трансфер Неймара в ПСЖ. И каждая лига в трансферные окна тратит просто уйму денег. Но если раньше это были лучшие лиги мира, то в нынешнем году это Лига Саудовской Аравии. До 2023 года лига не славилась абсолютно никакими покупками, но в этом году их просто понесло. За период с января 2023 по наше время они купили официально, внимание, 98 игроков. И трансферы этой лиги можно обсуждать спокойно целый день. От условного Алекса Телеша до уже вышеупомянутого Неймара. Но лично я считаю самым идиотским трансфером переход Габри Вейге. Габри Вейга это молодой испанский футболист, за которым охотились гранды мирового футбола. Такие как Наполи, Милан, Атлетика и даже в какое-то время сам Реал Мадрид. Казалось бы, что он уже готов переходить в какой-то из этих клубов, но тут откуда ни возьмись на горизонте появился Аля Хли. И просто взяли, да и бедного Габри деньгами закидали. Но если вы думаете, что это рофл, я это сказал для образа, нет. Просто посмотрите на этот скриншот. Да-да, да. Вам не показалось. Габри Вейга будет зарабатывать почти в 6 раз больше, чем ему предлагали в Наполи. Сумасшествие. И уже при таком наборе игроков очень большая конкуренция в этом чемпионате видна. Уже как минимум 6 команд спокойно могут претендовать на чемпионский титул. И сегодня в футбольном менеджере Киберфуд мы промотаем целый сезон и посмотрим, кто заберет этот трофей. Ну а от вас, друзья, я, естественно, попрошу активности под этим видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, на колокольчик, нажмите, чтобы ролики не пропускать. Потому что я пропал немного, видосики не выходили. Ну, не буду тянуть. Начинаем. Поехали. На самом деле, я очень долго думал, за какую команду мы будем проводить этот эксперимент. Но я хочу, чтобы Кришчан Роналду взял, возможно, свой последний трофей в футбольной карьере. Ну и тем более, в Альнасере такая нехилая командочка собралась. Ну а это наш состав на ближайший сезон. Ну что ж, я пошел стимулировать. Но если будут интересные матчи, их результаты я буду вам показывать на экране. Ну а вот, как это будет выглядеть. Вот это да! Разгромная победа над Аль Тихадом. И Аля Хли мы тоже довольно легко выигрываем. И поражение от Аль Шабаба. Ну а дальше очень долгая симуляция. Пока она идет, можете посмотреть, как танцует Мейсон Маунт. Ну а вот и жеребьевка Африканской Лиги Чемпионов. И снова симуляция. Ну а в этом матче наша команда сделала просто очень крутой камбэк. Между прочим, если вы поставите на паузу, то вы увидите, что стамина Криштиану Роналду очень низкая. Он очень устает, и это как раз и сыграло важную роль. Да и в целом вся команда уставала. Я очень редко делал замены. Ну а это последний матч группы Африканской Лиги Чемпионов. Ну и в 1-8 финале наша команда будет встречаться с японской командой Нагойя. Ну а тут я немного решил поменять настройки. Теперь Криштиану будет у нас бить штрафные. И если что, это не издевка. Нет, не подумайте ничего. Без каких-либо проблем проходим нагою в Африканской Лиге Чемпионов и ждем следующую стадию. Ну что ж, первый круг чемпионата завершен. Давайте посмотрим таблицу. Ну что ж, и после первого круга чемпионата лидирует Аль Шабаб. Довольно удивительно, потому что Аль Хилляль на шестом месте. А Аль Тихат на десятом. Бензема, конечно, сдал, видимо, очень сильно. Ну а тут у нас очень неприятная ничья с Пахтакором, за которую мы в будущем поплатимся. Ну а тут у нас несчастливый филиалем. У них дубль сделал Неймар, а у нас Криштиану не смог отличиться. Как я и говорил, мы поплатились за ту ничью. Пахтакор проходит дальше и выбивает нас из Африканской Лиги Чемпионов. Да. Да, Аль Тихат, конечно, в этом сезоне проигрывает всем подряд. Ну а тут мы сумели вырвать ничью у Аля Хли. Сзади Омане просто затащил. Ну а в этом матче мы довольно уверенно обыгрываем Аль Ти Фак. Ну а вот довольно неожиданная ничья. На самом деле съемка этого эксперимента заняла у меня очень много времени, так что, мне кажется, можно за такие старания лайк поставить. Ну и, кстати, не забудьте написать, какое видео на канале вы хотите увидеть в следующем. Я обязательно прочитаю все комментарии, вот честное слово вам говорю. А вот такого поражения я уж точно не ожидал. Вот так выглядит таблица перед последним туром чемпионата у всех команд четверки. Есть шанс на чемпионство, но у нас, естественно, как всегда, их нету, я почему-то не удивлен. Ну и чисто ради прикола можно зафиксировать лучших бомбардиров этого сезона. И мы выигрываем Аль Раэд в этом последнем матче. Ну что ж, и чемпионом Судовской Аравии становится клуб Аль Шабаб. На втором месте у нас Аль Итифак. И на третьем месте Аль Хиляль. Мы только на пятом месте Криштиану в итоге не смог выиграть этот трофей. На самом деле я был очень удивлен, когда увидел, кто выиграл кубок Судовской Аравии. Это клуб Аль Таи. И как раз неудивительно то, что я там никого не знаю. Ну а вот что по-настоящему было удивительно, то что никто из Судовских клубов не выиграл Африканскую Лигу Чемпионов. Ну что ж, и нам осталось только посмотреть, кто забрал золотую бутсу чемпионата, кто забрал золотую бутсу кубка и кто забрал золотую бутсу Африканской Лиги Чемпионов. Золотую бутсу Африканской Лиги Чемпионов забирает наш Садио Мане. Там у него 10 голов. Золотую бутсу чемпионата Судовской Аравии также забирает Садио. Там у него уже 20 голов. Ну а золотую бутсу кубка Саудовской Аравии, к сожалению, мы посмотреть не можем. там результатов нету ну а вот рейтинги наших игроков ну и в конце этого ролика я предлагаю вам подвести итоги нашего эксперимента победителем чемпионата судовской аравии стал клуб аль-шабаб самый забивной команды чемпионата стал наш аль наср они забили 53 мяча самой пропускаемой команды чемпионата стал клуб аль-вегда который оказался на последнем месте они пропустили 54 мяча лучшим бомбардиром чемпионата стал наш садьо мане который забил 20 голов ну что ж друзья я вложил очень много усилий в это видео надеюсь вам оно понравилось и вы досмотрели его до конца если это так то прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал мне будет очень приятно ну а с вами был я драйлер всем пока а